Больницы, школы, детские сады и другие муниципальные учреждения. Одна из главных задач программы – повысить качество услуг, которые предоставляет городская власть мариупольцам. Повышать квалификацию сотрудников будут в региональном центре обучения и развития Фонда развития Мариуполя. У нас уже был один тренинг для Центра предоставления административных услуг. И будет второй тренинг. И также мы включаем новый метод работы с представителями муниципалитета, как супервизия. То есть мы будем прорабатывать сложные ситуации, которые не удается разрешить в течение рабочего дня. Также сотрудники Фонда уже приступили к разработке новых уникальных программ по развитию управленческой компетенции для персонала городского совета. Такого упора, как на развитие управленческих компетенций, таких как целеполагание, таких как управление временем, таких как управление задачами персоналом, этого не было. Поэтому сейчас все наши руководители проходят основной набор управленческих тренингов благодаря Фонду развития Мариуполя. Стажировки в городском совете, обучение в летней муниципальной школе и создание конкурентной среды. Чтобы привлечь на работу в городской муниципалитет молодежь, изменяется подход к оплате труда сотрудников органов местной власти. Сегодня сотрудник, тот, который придет работать в органах местной власти на должность специалиста с высшим образованием, будет получать 5000 гривен чистыми на карточку ежемесячно. Главный специалист по направлению – это порядка 7000 гривен. Начальник отдела – это 10 тысяч гривен. Начальник управления, начальник директора департамента, замы городского головы и городской голова – выше по ступенькам. К слову, проект «Новый муниципалитет. Усиление реформ» в Мариуполе реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию.